Добрый вечер, дорогие друзья! Рада встрече с вами! Спасибо всем, кто смотрел предыдущие видео нашей встречи. Надеюсь, этот вечер тоже порадует вас, и вы сможете объединить приятный просмотр Таро, три варианта, и потренировать вашу интуицию. Какую же тему будем сегодня рассматривать? Это будет всё не так просто. И, наверное, сейчас многие слышат, что всё не так однозначно, всё не так просто, истина где-то посередине. И вот эти все вопросы, конечно, это такие вещи, которые касаются часто разных сфер нашей жизни. Это может и бытовая, и личная жизнь быть, и другие ситуации. Так что этот вечер посвятим вот такому, ну, может быть, немножко неоднозначному вопросу. И, как всегда, просьба вас сосредоточиться, расслабиться. И попросим карты Таро, чтобы они нам предоставили три варианта. На данный момент я тоже не знаю, какой будет вариант под каждой картой. Вы можете загадать свою ситуацию, какая она бытовая, личная или какая. Если эту ситуацию Таро в этом варианте вам раскроет с первой картой, ну, значит, это ваш расклад, вы можете слушать дальше. Также вы можете послушать дальше, если это даже не ваш расклад. Может быть, чужой опыт, он всегда пригодится и в нашей жизни. Так что давайте попросим Карторо нам предоставить три варианта. Первый вариант, второй вариант и третий вариант. И что же эти варианты под собой будут скрывать? Первый вариант. Достаточно серьёзная карта выпала. И в том же время человек, который хочет узнать, что же неоднозначно, это нет душевного покоя, может быть, человеку. Человек хочет найти душевный покой, хочет вот как-то разобраться, чтобы всё было в гармонии. Часто это такие ситуации, когда человек вот среди двух ситуаций, вот как пример могу сказать, да, вот вы, мама есть и есть, например, муж. И мама говорит одно, что так и правильно делать, да, а муж говорит что-то, вот нет, ты будь со мной. Вот такого характера ситуация рассматривается в этом варианте, что вы посередине двух разных мнений. И как вам поступить в этой ситуации? Эта ситуация, ну, вам достаточно, ну, я не скажу портит жизнь, ну, не даёт этой гармонии, которую бы вы хотели, вот этот ваш, ну, такой жизненный раздрайв, этому верить или тому верить. Какие у вас на данный момент в этой ситуации, какая на данный момент у вас ситуация? Да, наверное, может быть, это связано, вот как мы говорили, выпала королева, чаш и звезда. Это больше связано, что вы чувствуете себя как любящий, вы, может быть, любите и мужа, и маму любите, да. Вы хотите быть, чтобы в будущем всё было хорошо. Ну, вот как поступить, что сделать, как быть? И здесь, видите, очень характерно. Такая прекрасная женщина, и выпали две собачки. А обе, обе миленькие, обе хорошенькие, оба такие. И посмотрите на этот расклад. Три старших аркана. Эта ситуация действительно важная в вашей жизни. Вы не знаете, вот, или если бы какой-то спор был, вы не знаете, кому верить, этому или второму. Это два одинаковых полностью для вас человека, которые для вас очень важны в вашей жизни. Дальше посмотрим, какой у нас совет Таро. Такая ситуация, конечно, очень беспокоит человека. И посмотрим, что же нам говорит Таро по этой ситуации. Знаете, перестаньте переживать. Одно это самое. Эта ситуация, она сама собой разрулится. А если вы будете очень сильно переживать, вы себя загубите. Вам будет очень трудно Таро вам говорить, что... Ну, вот видите, как эта ситуация действительно вас беспокоит. Ночами, может быть, не спите. И, ну, если будете продолжать в таком же духе, ну, к добру это явно не приведёт. Так что подумайте, что вы цельная личность. И, наверное, у вас вот как-то вот в срединке, ну, не получается. Если это действительно семейная ситуация, вы своего супруга любите и его, ну, поддерживаете, наверное, надо смотреть, что главное всегда, ну, женщинам замужным, это семейные ценности. И если муж у вас хороший, и, как мы видим, и одна персона хорошая, которая вот вас держит в таком напряжении, и вторая персона есть хорошая. Так что, ну, Таро вам советует не переживать, потому что это может действительно нехорошо быть. Ещё спросим Таро, как вам поступить на ближайшее время, чтобы как вам поступить именно на ближайшее время, чтобы это всё уладилось, потому что Таро вам даёт, что переживать действительно не надо. Вы знаете, наверное, будет какой-то разговор. И, наверное, разговор этот вам стоит поднять, и, может быть, найдётся какая-то общая новая тема, которая вас объединит. Был какой-то разлад, но будет тема, которая вас объединит. Совершенно новая, вы даже не знаете эту тему ещё пока что. Но если вы эту тему разрешите вместе, вот три человека, вот как вы посерединке и два сбоку, вот придётся вам решить такую какую-то ситуацию вместе. И тогда вот получится всё сначала, с нуля, и старое всё забудется, и начнётся новые. Ну, смотрите, какой прекрасный рыцарь у вас выпал. Новые возможности. Вы будете уже жизненным опытом закалённые, и эту ситуацию вы переживёте. Так что, действительно, не всё так однозначно. Должно пойти время. Берегите себя, пожалуйста. И не надо такую нервозность в себе держать, потому что, ну, это очень портит наше здоровье. А здоровье – это у нас самое главное, что в жизни есть. Второй вариант. Ну, второй вариант – вам всё так неоднозначно с каким-то королём. Это может быть какой-то начальник строгий, который востребованием. Может быть, это ваш супруг или папа. Ну, вот мужчина строгих прав. У него есть вот своё мнение. И, наверное, вот он вам тоже говорит, что вот делай так или как. Посмотрим, в чём эта ситуация раскрывается как. Ну, она связана с мужчиной. Да, вы знаете, может быть, это по рабочим вопросам. Это какой-то человек, который вам говорит, делает, работай больше. Ну, какие-то такие вещи может вам говорить. А вы говорите, я уже так много работаю. Куда мне ещё работать больше? Я не могу. Ну, всё, у меня, может быть, есть ребёнок, месть. И вопрос, конечно, такой тоже может быть семейного характера, что, может быть, у отца есть конфликт с сыном. И вы тоже, ну, не понимаете, как правильно поступить. Да, вы как посерединке. Вот посмотрите, видите, король у нас мечей и пажик мечей. Ну, что у нас выпадает? Конечно. И между ними стоит у нас, видите, какое? Вот они вас и... Ну, вы тоже не знаете, кому больше склониться. Какая ситуация, какую сторону, может быть, принять. И вот эта такая, ну, конфликтная достаточно ситуация вас беспокоит. Вот если это всё так о вас, посмотрим, что Таро вам говорит по этой ситуации. Какой совет вам даёт? Ну, здесь, как всегда, мы уже расклад задали, так что всё неоднозначно. И женщины, они переживают. И переживания у вас есть, наверное, в том... Да, вы ночами не спите, видно, что этот вопрос вам беспокоит, действительно. И это непросто. И Таро вам говорит, что, может быть, этот вопрос весь может решиться денежным путём. Может быть, надо, ну, если, например, там, или для учёбы, или для отъезда, или для чего необходимы деньги, да. Что может быть здесь, да, что вот, ну, отец говорит, я не дам тебе такой суммы, или такой суммы денег нет в семье на данный момент, да. Так что, да, конечно, вот вы думаете, как вот эту сумму достать. И, наверное, если вот этот денежный вопрос решится как-то вот, больше не будет вот этой остроты. Не будет остроты вопроса. И денежные, ну, денежки должны быть достаточно, наверное, видите, какая достаточно большая карта, и тогда этот вопрос решится. Он неоднозначный, и, наверное, только вот споры и вот эти склоки, всё решится денежным вопросом, который спросим, как вам поступить в этом вопросе, чтобы ночами нормально спать и думать о чём-то. Вы знаете, эта ситуация не решится быстро. Эта ситуация вам затянется. Ну, и как-то вот вы поймёте, что, может быть, вот эти все склоки, споры потом, ну, они должны закончиться. И если это вас очень-очень беспокоит, ну, я вам скажу одно. Соберитесь мужества, соберитесь каких-то вот своих душевных сил, и, наверное, постарайтесь посмотреть, что... Отложите этот вопрос в долгий ящик. Отложите его в долгий ящик, и каждый день, знаете, как мы каждый день теребим, каждый день думаем, каждый день у нас это самое... Ну, этот вопрос вы не решите. Нет, этот вопрос решится совершенно по-другому, с другой стороны. И вы, кроме нервов, вы только потратите нервы на это, если ежедневно о этом думать. Так что отложите этот вопрос в долгий ящик. Такой вот совет вам даёт Таро. Третий вариант. Ну, видите, да, вот мы спрашиваем, и Таро нам всегда отвечает, какие ситуации. Ситуация достаточно тоже. Был какой-то скандал, какие-то разрушения. Может быть, семья разрушилась. И всё тоже так неоднозначно, что... Ну, кто виноват в этой ситуации? Мы не знаем, мы не знаем, кто виноват, что вот такой вот, видите, можно сказать, космический взрыв произошёл. И у человека больше нету дома, больше нету стабильности в жизни. И он полетел, и он не знает, куда он полетел, и какие будут ситуации. Что по этой ситуации говорит, подробнее Таро посмотрим. Ситуация, да, вы знаете, ситуация, ну, не скажу, ну, естественно, она неоднозначная есть. То есть, что человек, здесь, если разрушилась семья, если мы смотрим, потому что дальше показываются больше, что это связано с семейными делами, человек ушёл из семьи, он продолжает ревновать, он продолжает думать, он продолжает вот это... И всё время тянет вот это, знаете, жвачка, есть что вот, а может быть, я неправильно сделал. И как вот сейчас там происходит, а может быть, надо было так делать, а может быть, да, это такая ревность, и может быть, немножко то, что вот этот человек сейчас живёт лучше, может быть, чем когда мы были вместе. Вот всё разрушилось обратно, как будто ходу нету, но всё время в голове вот стоит вот это, а как бы было, если бы я сделал так, а как бы было, если бы я сделал так. Так что вот этот вопрос, ну, тоже, конечно, надо решать, и посмотрим, какой совет на этот вопрос вам даёт втором, если это у вас такая ситуация приключилась. Вы знаете, наверное, работа, наверное, работа всё распогодит. Наверное, когда человек попал в трудную ситуацию, и когда у него вот, как говорится, фундамент выбит из-под ног, самое правильное, отключить все эмоции и стать... Вот видите, как здесь женщина настала, да, такая... Чтобы мир настал, голуби мира, да, что у нас есть, чтобы голуби мира прилетели в вашу ситуацию, подумайте трезво, спокойно, и, как говорили, посмотрите на сторону работы. Может быть, в работе вы найдёте эту отдушину, отдушину, чтобы вот эти все передряги, вот это всё, вам всё дальше, дальше, знаете, как кораблик уходит в горизонт, дальше, дальше всё. Здесь нужно включить только и лишь ваш разум, и тогда наступит мир и покой, и, ну, по-другому никак. Так, ещё можем спросить, какие пожелания Таро для вас есть, да, чтобы всё вам было хорошо в этой жизни, и эта ситуация действительно распогодилась быстрее. Вы знаете, в дороге вы можете, если вы поедете куда-то в дорогу, в дороге вы можете найти себе любовь другую, и вот после развода, если вы вот после расставания вот такого болезненного, это, ну, не обязательно до развода, это люди часто просто так живут, встречаются, и тоже, если какое-то время люди встречались, и вдруг такая неприятная ситуация, здесь Таро вам говорит, ну, поедьте какую-то поездку, какую-то, посмотрите новые места, посмотрите, и вы, вам придёт новое дыхание, новая любовь может прийти, может быть, такого человека вы ждали всю свою жизнь, и вот этот, все скандалы, все разборки, вот это всё вам забудется. Постарайтесь действительно на жизнь посмотреть немножко в перспективе, да, здесь прекрасно видно, что, да, окажутся далеко эти горы, да, окажутся, я никогда это не смогу, я никогда туда не дойду, и там далеко, ну, вы знаете, что длинный путь начинается с первого шага, так что желаю вам посмотреть на жизнь с другого ракурса и найти свою гармонию и покой, и счастье. Всего вам самого лучшего, до новых встреч!